Всем привет, дорогие зрители! И как вы могли заметить, в начале видео я вам показала процесс моего окрашивания в Total Blonde. И для того, чтобы быть с вами полностью честными, хочу вам записать спустя неделю с этого окрашивания историю, так сказать, моего блонда, чем я за ним ухаживаю, как я за ним ухаживаю, насколько это сложно, плюсы и минусы того, что у меня сейчас на голове. И в конце мы с вами пойдем осветлять брови, но мне немножко страшно. Если вы смотрели мои предыдущие видео, вы видели все мои, так сказать, боли прохождения этого пути от натурального цвета волос до блонда. Как меня покрасили первый раз ужасно и отвратительно, потому что мне вообще не нравилось, что получилось. Это был Air Touch. Второй раз мне полностью сожгли волосы по всей длине, и они окружинились. В общем, эффект был разный, всегда не очень приятный. И в этот раз я, наконец-то, нашла своего мастера по большим советам. Мне не один раз его посоветовали. Она покрасила меня в блонд. Я шла к ней с запросом на почти стопроцентный такой, знаете, не Total Blonde, но все-таки Air Touch, чтобы якобы немножко щадяще это все смотрелось. Но, поговорив с мастером, она сказала мне, что, наоборот, для меня более щадящий вариант будет один раз Total Blonde и каждый раз потом докрашивать корень. Извиняюсь на фоне, может быть, какой-то ремонт, но, к сожалению, у меня ужасное освещение в квартире, и сейчас именно то время, когда свет немного попадает в комнату. Поэтому, к сожалению, я не могу избежать полностью всех звуков и выжидать момента, когда будет тихо. Поэтому, наверное, я продолжу. Мастер сказала мне, что для меня будет более щадящий раз в месяц подкрашивать корень и просто очень хорошо ухаживать за волосами. По поводу ухода, это вообще отдельная история. Мне так и сказали, что первые две недели мне нужно будет купаться в уходе. И я вам так скажу, раньше мытье волос у меня занимало 10 минут, теперь вместе с сушкой часа полтора, если не больше. Потому что каждый раз, когда я мою голову, я выдерживаю маску, и не только маску. Сейчас я вам обо всем подробнее расскажу. Так что я надеюсь, вам интересно посмотреть вообще вот эту цену Total Blonde. Я, конечно, не знаю. Возможно, у меня просто все отвалится спустя месяц, так как я с блондом только неделю. И что будет дальше, конечно же, никто не знает, потому что эффект может быть разный. Возможно, знаете, плохое окрашивание корней, плохое... В общем, конечно, бы не хотелось думать о плохом. Но вот, например, я могу вам показать, если мы с вами говорим на чистоту. Обсудим все честно и посмотрим. Все-таки спереди мои волосы действительно короче немного, чем основная длина, даже немного прозраче. У меня так было всегда, даже когда у меня был натуральный цвет волос. Все равно правая сторона была короче, чем левая. Левая почти даже иногда доходила до ровного среза, но максимально такого не было никогда. И сейчас эта сторона стала еще короче. У меня уже почти маленькая челка, хотя бы могу положить волосы за ухо. Также могу добавить, что на самом деле волос по ощущениям стало меньше. Не могу сказать, что у меня прям, знаете, сделался Total Blonde и густота волос увеличилась. Нет, на самом деле действительно их стало меньше. После первого мытья волос мне вообще стало грустно, по той причине, что волосы были настолько тонкие. Мне было немного страшно. Но я вспомнила слова мастера о том, что две недели волосы будут напитываться всеми средствами, которыми я буду их напитывать, которые я в них положу. От этого зависит качество волос. И действительно, вот я, наверное, уже четыре раза помыла волосы. И они напитались. Они действительно напитались. Сейчас я вам расскажу чудо-средствия, которые мне нужно будет докупить, потому что оно у меня в тестовом варианте, в маленьком было. Но я в него влюбилась, и я думаю, что это действительно будет спасением моих волос. Наверное, начнем, давайте, с самого базового ухода, которым я уже пользуюсь очень давно. И это вот такая вот линейка от Kerastase. Если я не ошибаюсь, это увлажняющий шампунь. Имя моего головы уже, наверное, год. И вот такой вот Kerastase Resistance кондиционер к этому шампуню. Он для густоты волос, для отращивания волос. По идее, он придает действительно такой твердости волосам. И после него волосы не настолько воздушные и чистые, как могли бы быть, но они окутываются таким слоем, который дает надежную на то, что они будут в безопасности. Много говорить об этом не буду, так как это обыкновенный уход, не особо таунный для блонда. Теперь переходим к тому, кто мне действительно помогает. Это вот такой вот шампунь. Хочу сказать, что, знаете, баночек, наверное, много. Наверное, много, больше много, чем мало. Поэтому да, блонд, кроме того, что это опасно, это еще и дорого. И я вам могу это сказать с уверенностью, как никто другой, если посчитать, во сколько мне обходится, наверное, одно мытье головы. Но это... это не шутки. Вот такой вот шампунь фиолетового цвета. Это тонирующий шампунь для нейтрализации желтизны. Пахнет приятно. Он не красит волосы. Вот действительно, я два раза уже мыла им волосы, и он их не покрасил. Действительно, просто как нейтрализовал какой-то неприятный оттенок. Волосы у меня не пепельного такого блонда, они у меня не выбелены до бумажного состояния. Они у меня желтым оттенком. Больше нейтральность уходит оттенок. Не супер-супер блонд. Этот шампунь как бы мне помогает в сохранении этого цвета. Ну что я вам говорю, только неделя прошла, как я им пользуюсь. Далее маска. Этой маской я еще пользовалась со времен своего AirTouch. Маска эта просто невероятная. Она действительно очень хорошо нейтрализует блонд. Это не как шампунем помить волосы. Я ее выдерживаю 15-20 минут. И цвет просто как до и после. Становится действительно холодным, поэтому часто я и не пользуюсь. Но когда уже приходит время к тонированию, мне приходится воспользоваться этой маской по той причине, что она действительно помогает. Это как будто, знаете, какое-то окрашивание или плановое. И из этой серии у меня есть вот такой вот кондиционер. Я им редко пользуюсь. Я его чаще выдерживаю тоже как маску. Чаще всего я пользуюсь обыкновенным кондиционером. И этим пару раз в неделю. Его можно действительно использовать как маску и как кондиционер. У меня, наверное, процентов 30 осталось в баночке. Я думаю, что я буду повторять эту вещь. Не могу сказать о ней ничего просто невероятного. Но оно в линейке для блонда. Керастасу я доверяю, поэтому это тоже маска. Кстати, а почему я у меня рассказала о своей прекрасной пижамке? Посмотрите, какую пижамку я купила в H&M. Это просто топ. Я себя чувствую, правда, как теперь какой-то барби, потому что это розовое. Очень приятно. Стоила вообще 23 евро. Мне кажется, отличная покупка хлопковой пижамы. Я в ней по дому хожу и сплю. Большое отступление. Ну ладно. Следующая маска тоже керастас. И это моя самая любимая маска. Я не знаю, это Эликсир Ультимейт Ле Маск. Я ее обожаю. Если я не ошибаюсь, ее нужно выдерживать 5 минут. Но я выдерживаю 10-15. Я не знаю, правильно это или нет. Но мне эффект от нее нравится. Волосы супер-пупер напитанные, приятные. В процессе, когда ты ее наносишь, тоже. Я всегда расчесываю волосы после нанесения маски. А маску я наношу с каждым метем головы. То есть, я чаще всего волос расчесываю в мокром состоянии. Я ее использовала и без остальных продуктов. То есть, как просто дополнение к шампуню и кондиционеру, эта маска тоже хорошо работает. Так что, вот эту, наверное, вещь я действительно могу порекомендовать. И не только блонд. На приобретение этой маски я просто повелась из ТикТока. Это правда жертву маркетинга. Но не зря. Это L'Oreal Professional Mask Metal Detox. Эта маска помогает избавляться от накопления металлов в волосах от жесткости воды. От жесткой воды, которая у нас идет под краном. Так вот описывает производитель. Все ее рекомендуют. У этой маски 5 звезд на абсолютно всех сайтах, где я не смотрела отзывы. И плюс у нее просто безумнейший, безумнейший цитрусовый аромат. Плюс минимальный расход. Мне абсолютно немного продукта хватает на всю мою длину нанести. Причем так, я бы сказала, жирненько. И большой плюс, ее нужно держать всего лишь одну минуту на волосах. Я так понимаю, действие вот этой нейтрализации металлов происходит быстро. Далее, что я вам хочу показать, это невероятная вещь. Я не знаю, кто ее изобрел. Это маска K.E.G. Я планирую купить огромный теперь объем для домашнего использования. Это маска необыкновенная. Производитель пишет, что ее нужно наносить после митя головы. Растирать руками, наносить на длину, выдерживать 4 минуты и дальше не смывать. То есть вы нанесли без кондиционера, нанесли маску на волосы. Возможно, потом спустя 4 минуты промокнули полотенцем. И пошли дальше наносить какие-то свои несмываемые средства вместо кондиционера. Но смывать ее не стоит. Потому что она внедряется в волос. Какая-то запатентованная. Запатентованный процесс у этой маски. И ее чаще всего применяют как полноценный уход в салоне. В салонный. И я планирую этот салонный уход купить себе домой. И делать его самой. Потому что, конечно же, так будет выгоднее. Главное уметь правильно этим пользоваться. Я посмотрела огромное количество отзывов на эту маску. То, как ей правильно пользоваться. Супер. Хорошо эта маска подходит действительно для тотал блондированных волос. Она их сразу после первого применения как-то восстанавливает. Теперь мне нужно ей пользоваться, если не ошибаюсь, 6 раз подряд. И потом 2 раза в неделю. Или через одно мытье головы. Поэтому, да, эта маска, я думаю, приобретется в большом объеме. И останется у меня надолго. Наверное, мы с вами перейдем к неосмываемому уходу. И почти пустая баночка от Drunk Elephant. Наверное, это моя любовь. Это эссенция, спрей, который наносится на полностью длину волос. Как неосмываемый кондиционер для легкого расчесывания. И справляется со своей задачей этот спрей на ура. 10 из 10. Легкий приятный запах. Хорошее распыление. Мне очень нравится сам распылитель. Так как он распыляет просто полностью мелкодисперсно на всю голову. Если у вас проблемы с распутыванием волос после мытья головы, то я думаю, что я могу вам все-таки порекомендовать этот спрей. Так как со своей задачей он справляется на ура. Конечно, конечно, там кто-то что-то пилит, носит, режет. Прошу прощения за звуки. Следующая вещь это вот такая вот эссенция от Davines. Davines для блонда, для поддержания цвета, для уплотнения волос, для того, чтобы волосы не ломались. Также наношу ее таким вот образом на всю длину волоса. Не от корня, но вот сверху, наверное, где-то так. И она делает волосы действительно более плотными. Потому что если я помогу голову без этих средств, мои волосы будут пушиться. Да, действительно, с этим продуктом мои волосы становятся более такие упругие. Не могу сказать, что, возможно, я куплю второй раз. Наверное, попробую что-нибудь другое. Например, у меня на заметке есть Кевин Мерфи. Тоже такая вещь для уплотнения волоса, для уплотнения блонда. Но здесь огромная, на самом деле, баночка. Я ей пользуюсь уже пару, наверное, месяц или полтора месяца. И у меня почти ничего не закончилось. Расход у нее маленький. Поэтому, я думаю, эта вещь будет со мной надолго. Далее, что я вам хочу показать. Это вот такой вот спрей от Olaplex. Я пользовалась линейкой ухода Olaplex. Мне всегда очень нравилось. Но, знаете, в последнее время я забыла о нем. По той причине, что у него была неудобная баночка у шампуня и кондиционера. И я как-то перешла на Акера Стас. Но до этого, я помню, у меня был Olaplex. Не могу сказать, как он подходит для блонда. По той причине, что с блондом я им не пользовалась. А пользовалась натуральными волосами. Но я думаю, он, наоборот, создан для блонда. И с блондой будет лучше. Эта вещь очень странная. Она тоже для восстановления волос после блонда. Для поврежденных волос. Написано, что нужно нанести на полностью длину. Но у нее ужасный распылитель. Он распылляет спрей вот такой вот струлей тонкой. Можно так наносить этот спрей только на корни. Мне приходится менять, например, с этой баночкой распылитель. И наносить на полную длину. И действительно, он прикольно работает. Он также уплотняет волосы. Волосы с ним легче расчесываются. И мне как-то не так страшно проводить далее манипуляции со своими волосами. Я думаю, что после того, как я закончила свой уход керостаса, я перейду, наверное, на Олаплекс. Хочу попробовать полностью всю полноценную линейку Олаплекса. Плюс у меня еще есть на заметке Кевин Мерфи. Также хочу попробовать полностью всю уходовую линейку от Кевин Мерфи. Я полагаю, что я вообще хочу подкрашивать корень, наверное, каждые 3 недели. Но мастер сказала, каждые 4-4,5 недели. Я записалась на через 35 дней с первого окрашивания. Но я думаю, возможно, я перепишусь на пораньше. Также я люблю тонировать волосы, чтобы цвет сохранялся свежим подольше. И также тонирование это не только о цвете, это также о качестве волос. А качество волос я люблю, когда хорошее. И, наверное, на последок покажу вам два продукта, которые больше нацелены на декоративный уход за блондом. Начнем, наверное, со спрея от Кевин Мерфи. Это вот такой вот спрей для блеска. Именно он делает мои волосы, не знаю, какими-то кукольными. Потому что без него это обыкновенный цвет, который особо не отсвечивает. Это хайлайтер или просто шиммер для волос. И вот этот эффект на солнце появляется благодаря мне. Это просто какое-то чудо-средство. Это чисто игрушка. Это никак не влияет на уход, качество волос. Но визуально делает действительно красивую картинку. И я уверена, что эту вещь я буду покупать и заказывать сразу, как она закончится. Безумно мне нравится это средство. Так что, да, Кевин Мерфи любовь. Хочу попробовать больше продуктов от них. Хочу вам рассказать о вещи, которые чаще всего хейтят, чем любят. Это вот такие вот жилкие кристаллы от SHE. Но это мое самое любимое декоративное средство для красоты волос. Это, наверное, вещь, которую я использую в конце всего. Для того, чтобы волосы не пушились и также приобрели какой-то вес. Увесистость и не были пушистыми. Безумное средство для блеска волос. Так как Кевин Мерфи, он более дает шиммерность. А эта вещь дает текстуру, такую гладкость волосам. Много говорить о нем не буду. Только то, что у него отличный расход. Этой баночки хватает на несколько лет. Хотя я пользуюсь каждый день. Наверное, это одно из моих любимых средств. Но за счет того, что в нем много силиконов и всего подобного, обычно это средство больше хейтят, чем любят. Есть вот такой вот спрей Finish от Maracan Oil. Это маслянистое средство, о котором я вам когда-то уже рассказывала. Я от него не то чтобы в восторге. Оно просто делает волосы более ухоженными на финише. За счет этого он и называется, наверное, финиш. А пока немного перестали сверлить у меня за окном. Я думаю, что мы перейдем к осветлению бровей. Знаю, многие из вас не оценили прошлое мое осветление бровей. Но мне этот опыт понравился. Я перекрасила волосы на лице. Перекрасила брови назад по той причине, что у меня начали отрастать корни. Но сейчас с моим блондом, я думаю, что более как-то комплиментарно будет смотреться блонд на бровях тоже. Поэтому давайте приступим. Для осветления бровей я всегда использую одно и то же средство. Это вот такая вот коробочка для осветления волос от Garnier Ultra Bleach. Смешиваю вот эти два средства. Это осветлитель и пудру в соотношении 50 на 50. Просто наношу на полностью все брови. Но перед этим я вам советую смазать вашу кожу, если вы вдруг тоже хотите осветлить брови, вазелином. Потому что кожа имеет свойство обжигаться от таких осветлителей опасных. И я думаю, что лучше, если мы защитим кожу вазелином. Так, ребята, подождите. Я пока в процессе. Наверное, я еще зацеплю волосы, чтобы случайно не лезть волосами в этот осветлитель. Ой, как меня сильно расстраивает то, что за окном происходят вот эти шумы. Потому что я снять это видео планировала уже несколько дней. Я начала снимать, было тихо. Носим на вторую бровь. Надо выждать примерно 6 минут. И пойду смою в ванную брови. И будем тонировать. Вот такой вот результат получается. Но это еще не конец. Мы сейчас брови с вами только осветлили. Они немного рыжеватые. Это такой же фет, как и с осветлением волос на голове. Поэтому теперь нам нужно их затонировать. Для того, чтобы затонировать волосы, я использую обычный тоник для волос от Сиос. Обычную краску для блонда. И также наношу на брови. И также оставляю на примерно 6 минут. Хочу вам напомнить о том, что у меня есть мой телеграм-канал, в котором я появляюсь буквально каждый день. Рассказываю новинки из мира моды. Новинки из моей жизни. Делюсь находками в сфере бьюти. Или делюсь какими-то своими новыми покупками. Так что обязательно переходите по ссылке в описании. Там я каждый день с вами общаюсь в режиме лайв. Там интересно. И полагаю, полагаю я, что уже можно смывать тонирование. Конечно, сейчас брови красные. Недостаточно осветленные. Эффект действительно белых бровей будет, наверное, после третьего осветления. Я уже проходила этот опыт. Я знаю. Поэтому, думаю, через неделю у меня уже действительно будут прям белые брови с таким же осветлением, как и с волосами. Потому что волосы еще можно на голове осветлять несколько раз. А я думаю, плохая идея будет осветлять несколько раз брови. Такой вот эффект осветленных бровей получился. Конечно, могу вам сказать, что брови еще красные. И когда краснота сойдет, и они приобретут более такой белый цвет, будет намного лучше. Но, в целом, результат выглядит именно так. Также обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы вдруг еще не подписаны на него. Я хотела вам показать в конце видео, как смотрится окрашивание в следующий день. Потому что сразу после того, как я потонировала брови, у меня появился красный оттенок. Это из-за реакции кожи на краску. Поэтому показываю вам вот так вот. Так я выгляжу со осветленными бровями. У меня сейчас светит солнце. Пишите ваши комментарии по поводу осветления бровей. И мне было бы интересно почитать какие-то ваши советы по поводу сохранения блонда в хорошем состоянии в более длительное время. Поэтому буду ждать ваши комментарии внизу под видео. Также подписывайтесь на канал, конечно, если вы еще не подписаны на него. И до скорых встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...